всем привет это ухо we play sports я решил записать небольшой видосик касательно мажора как вы знаете я был в берлине поддерживал наши команды ну прежде всего конечно ехал топить за нави но на месте уже оказалось что у нас есть еще одна команда чемпионского калибра конечно я и в пикемах и до конца не мог поверить в то что это происходит но в ангар порадовали и добрались до финала очень достойная очень сильная игра несмотря на несмотря на поражение я хочу немножко поделиться с вами своими мыслями и в целом обсудить до мажор конечно же мне есть тут по пунктам план по которым я буду следовать и это будет достаточно вам легко потом найти ту информацию которая вам интересна полный фейл предикшенов тут я должен признать полностью что я обосрался это сейчас походу уже дело разбирать и вот нужно выделить клевый матч и что было атмосферного на стадионе но понятно что наверное из всего плей-оффа ну вот правда из всего плей-оффа наверное самый интересный и интересный матч был виталий авангард он понятно был для нас интересным безусловно ну кроме там navi energy но я имею ввиду по накалу потому что navi energy матч по накалу был для болельщика рядового вот например как для меня да то есть там фанат команды да было тяжело это смотреть и это было напряженно да но на самом деле со стороны там это выглядело то есть ну я не знаю то есть navi были navi были немощны вот скажем так поэтому наверно матч виталити авангард и конечно вот этот вот astralis liquid то есть он понятно закончился 2-0 но как то вот даже вот в этом моем обосравшимся пике вы видите что я ставил на astralis я был уверен в них и понятно если бы я здесь немножко отпустил всю эту историю да не топил бы за navi не пытался бы вот эту вот историю хайпить просто трезво оценил бы ситуацию я бы понимал что astralis обыграют нато свинцера и все а вот с другой стороны дойдут до финала а вот другой стороны очень сложно там я вообще в начале говорил о том что из восьми команд могут выиграть семь этот мажор и восьмая команда как раз таки была в моем понимании ренегейтс но она обыграла в итоге nc и ренегейтс пошли дальше играли в полуфинале уже с авангард здесь тоже была сенсация но авангард там не сплоховали они молодцы отыграли на классе показали то что в такой стадии они могут и вышли в финал закономерно что касается navi вообще наверное нужно просто разбирать отдельно мираж по игре на мираже было много ошибок инферно или что там у нас был я даже не вспомню какие там были карты часы чек но быстренько в общем по navi не знаю не знаю не знаю тут как-то я наверно слишком поверил в эту команду да то есть поэтому выдал ей много кредитов а даст 2 16 12 проиграли на даст я даже игру не помню для меня вот мираж он так очень четко запомнился атмосферно что было атмосферно на стадионе это конечно же поддержка фанатов при том что vitality которые раньше вылетели до привезли болельщиков это было очень круто это было очень интересно и за этим было наблюдать приятно вдвойне потому что понимаешь что ты побывал на стадионе на котором была атмосфера на котором была атмосфера праздника и болельщики энце создавали атмосферу это было очень круто и все они вылетели рано к сожалению и у нави была поддержка и у авангард была крутая поддержка но наверное самая лучшая поддержка все таки была действительно у астралис там и флаги были и там прям ну то есть вообще все было очень-очень клево наверное я не так не на так не на так не на таком большом количестве турниров был ланы у меня были крупные это эпицентр на которых я работал и все как бы да то есть я посещал катавицы и как вы знаете берлин ну в качестве гостя поэтому по атмосфере то что из того что я видел берлин был лучшим турниром по каким-то живым каким-то таким своим какой-то своей изюминкой да он имел что-то свое ну и плюс конечно же сам берлин атмосферный город так есть ощущение что я немножко не договорил по плей-оффу поэтому давайте обсудим сейчас немножко плей-офф это мой предикшен конкретно об астралис тут я уже говорил просто во мне сыграл фанат нави понятно я пропихнул здесь нави то есть это это так нельзя так это неправильно ну и вот вы видите что в матче с очевидным там своим основным фаворитом астралис я поставил победитель авангар удивили авангар удивляли всю дорогу и это очень круто виталики почему виталики потому что это на тот момент была топ-2 команда мира и она по потенциалу по силе была очень и очень но как оказалось закончился мажор и сразу набрили нбк то есть были какие-то действительно какой-то конфронтация была с капитаном да то есть вот это вот терка у них помните они постоянно поднимали эту тему ну и энце точно так же вот обосрался мой прогноз полностью вот энце обосрались вот так вот против ренегейтс ренегейтс молодцы факт но финны просто просто наигрались просто наигрались и как-то они без зубы вообще там залили это все дело ну а авангар то что у них не сложилось финале опять же это ну просто там же разница в скилле и там игра не была игра моментов там переиграли просто полностью но это не отменяет того что авангар большие молодцы и вообще что они реально очень круто очень круто они мне кажется закончили этот сезон это при том что они отмечали да там что то есть фактически ничего не выигрывали там после dreamhack рио и после ford of masters то есть они выиграли ford ну там принципе три-четыре месяца прошло они там по моему даже на квалификации не проходили все было у них достаточно так посредственно пойдем дальше не будем затягивать адрен говорил в подкусте что лучшие арены там где публика бухает так вот кстати я помню я смотрел этот подкуст очень интересно посмотрите с адреном вообще ну наверное я могу сказать что это мой любимый игрок в снг то есть я даже подписался подписан на него на твиче то есть но это как бы редкость чтобы я на кого-то подписался ну имеется ввиду я у него этот юзер платный юзер вы поняли в общем чтобы долго не объяснять а вот берлин бухал действительно ли круто то что бухали ну то что продают пиво на стадионе я считаю это нормально то есть особенно германия это страна в которой порядок и там нет я так понимаю что даже если бы кто-то нажрался ему было плохо и вы бы быстро изолировали поэтому ну круто то есть то что люди пили и и то что они там тусовались и не были никак ограничены это очень и очень круто я считаю что это хорошо и в моем понимании это вообще по моему даже не повлияло на атмосферу хотя не точно то есть тут можем могут могут быть нюансы то есть то что есть доступ к пиву это чудесно повлияли ли это так вот прямо на атмосферу может быть может быть потому что все таки пиво она немножко расслабляет может быть действительно люди почувствовали прилив счастья всем все абсолютно может быть и все может статься и может муж женой расстаться мы можем бросить пить курить но чтобы нави разлюбить нет этого не может быть дальше у нас получается что идет такая тема это будущее команды авангар чего не хватает составу в моем понимании все хорошо перед мажором я волновался и в них не верил я их поставил на проход только в новую стадию new challenger stage то есть они ее прошли успешно я не верил что они выйдут из группы они вышли из группы при том обыграли ликвид в очной встрече я считаю что у этой команды все хорошо абсолютно астралис им показали разницу между тир-1 и тир-2 ну да но астралис извините меня они сделали это красиво не сделали это качественно я когда говорил с адреном когда мы подошли к отелю после игры после финала мы решили я проявил инициативу мы мы решили пойти и по поблагодарить ребят ну и меня конечно мои все поддержали мы все пошли было клево мы позвали адрена он спустился к нам на улицу и вот он сказал что на самом деле их полностью переиграли что зоник готовился к ним они это чувствовали и ну сложно понимаете то есть по скилу вы должны понимать что команда авангар не такая жесткая как астралис авангар игрок именно такого тир-1 сильного уровня только адрен при всем уважении к джейми к бустеру это ребята которые находятся в стадии формирования да они уже тир-1 это так и есть но это не тот тир-1 который сможет бить астралис на короткой дистанции это могла быть команда нави опять же но но нет это не она это могла быть команда liquid но нет поэтому у авангар все хорошо я думаю что им нужно держаться того курса который у них есть ушел зевс это я не могу сказать что это потеря для нави вообще что что с нави будет сложно сейчас понять представить я честно но у меня есть возможность да я могу получить инсайды но я не буду этого делать я не буду просто понимаете для того чтобы доставать какие-либо инсайды их нужно потом как-то открывать кому-то правильно а этого делать я не хочу соответственно чтобы для себя узнать какой-то инсайт я могу это сделать то есть там ну я могу написать даже людям там да узнать спросить там с игроками общаюсь я могу даже у игроков спросить но я не буду этого делать просто потому что мне это не нужно то есть как только информация станет общедоступной все всем все станет понятно а вот это говорить о каких-то там может будет может может эдвард вернется может там сегодня он я прочитал такую историю что словака обратно заберут ну заберут и классно заберут эдварда и классно ну все как бы то есть просто тут вопрос в том что зевс уходит зевс дальше будет заниматься своим в нави будет дальше заниматься своим развивать там и так далее и так далее все где мы его увидим возможно будет играть в про 100 возможно не знаю как будет реструктуризирована команда нави бумыч кэп возможно ну вроде хайпили эту историю да но бумычу сейчас он получил по получил по жопе ну в смысле в том смысле что он помните как бы он говорил там молот съем астралис выиграем мажор то есть ну это для него опыт это нормально я ничего плохого в этом не вижу все мы там были и все мы где-то себя переоценивали где-то юношеский максимализм где-то просто хайп это нормально бумыч ничего плохого не сделал получил по жопе да ну то есть типа сделает вывод урок будет для него да там будущее может быть как-то по-другому что-то говорить помните там у симпла была такая история тоже там в твиттере он что-то рассказывал это нормально я он посмотрите на мой твиттер подписывайтесь кстати и на twitter виплей обязательно пятое игрок его можно рассматривать сложно сложно вы знаете что у нави даже академия есть своя но возьмут ли они типа без кила то есть одно дело он просто там перспективный задрот который в игре понимает другое дело опыт потому что опыт это это самое это то что нужно наиграть это опыт кстати то чего не было там не хватило например авангард да для подстройки просто опыт уже такого уровня опыта то есть поверьте мне что это поражение для авангард сделала сильнее очень и сильнее чем раньше то есть они стали сильнее чем раньше кикерт писал что нави предлагали ему контракт но он поверил в авангард кикерт классный игрок он органично смотрится в авангард пускай себе там будет ну все нормально все хорошо я не вижу что отказав нави он проиграл нет у него хорошая классная команда самодостаточная а провозы капитана опять же разговора зевси это уже следующий пункт вы понимаете я немножко слежу за да за всей этой истории я имею ввиду за планом который прописан у меня перед глазами для того чтобы было легче и понятно да и мысли были нет liquid нет астралии с москва своя аудитория в принципе для нави да можно выиграть турнир да я думаю что можно на турнире правда будет присутствовать мибры энце это те команды которые наверное текущим нави составят конкуренцию текущим нави плюс сегодня появилась вроде инфа что виталиков не будет то есть и будет еще матч форза в ангар за слот возможно дадут просто второй слот форза может быть и не пы ну то есть такой состав в таком составе можно выиграть турик особенно учитывая систему проведения достаточно специфическая но выиграют ли они это вопрос я не верю выиграют будут красавчиками ну безусловно правильно вы же со мной согласитесь вы же не можете со мной не согласиться иначе зачем вы это смотрите шутка не на самом деле я буду очень признателен если я услышу какие-то мысли в комментариях это важно потому что ну я комментарии к своим видео всегда читаю то есть вопрос что-то отвечаю что-то нет но читаю всегда и если у вас есть какие-то мысли можете их озвучить на самом деле тут это больше похоже на гадание но каждому свое кому-то интересно это неделя на подготовку смогут ли нави ты понимаешь что ты понимаешь да ты понимаешь такое ощущение что я разговариваю с кем-то наедине может быть так и есть а ты понимаешь что это не неделя подготовки это так то есть по моей информации симпл уже в москве Даня в киеве то есть ну москвичи наверное там бумыч или элик и Егор наверное тоже уже в москву полетели ну да то есть а будет ли подготовкой учитывая то что уже зевс объявил может быть нави просто сыграют вот без тренировки просто от скилла и у них может получиться то есть я думаю что план приблизительно такой на их месте я бы наверное так бы и сделал предикшн финалистов авангард думаю да покажут опять же хорошую игру у них плюс мораль а предикшн финалистов не знаю мебров хочу увидеть хочу увидеть мебров ну что все вроде все сказал поговорили было по моему достаточно неплохо друзья хочу напомнить вам что у нас есть соц сети турнирная платформа обязательно чекайте все чекайте инстаграм чекайте twitter подписывайтесь на нас везде у нас кстати тури по доте скоро начинается тоже там с опенквалами но они уже кстати прошли если не ошибаюсь суть не в этом у нас и на forge of masters будут опенквалы поэтому люблю целую пока это былуха опять обнял и опять поцеловал и опять поцеловал вот 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 Продолжение следует...